Прошли очередные соревнования в рамках Кубка Содружества. На этот раз главную роль играли не физическая подготовка спортсменов, а эрудиция, умение мыслить тактически и выстраивать стратегию. В соревнованиях по шахматам приняли участие более 50 лабутнанских и салихарских спортсменов. Кому удалось объявить сопернику шах и мат, узнаем из следующего сюжета. Первый соревновательный день проходил в Лабутнанках на базе хоккейного корта «Кристалл». Каждый город представляло 26 человек, причем возраст игроков от 6 и до 70. Такой вид соревнований, как шахматы, в рамках Кубка Содружества проводится всего второй год, но уже набирает популярность среди шахматистов. В прошлом году экспериментально мы мероприятие провели, 18 участников с каждой из сторон было, в этом году уже 26. Я думаю, очень легко мы можем и до 100 досок довести, потому что желающих заниматься и играющих в шахматы в наших городах довольно много. Напутственное слово и традиционное рукопожатие перед начавшейся партией. И здесь уже спешка неуместна. Главное – стратегия и тактика. Самой юной представительницей окружной команды является Оксана Горячкина. В свои 6 лет она уже демонстрирует достойные результаты. За игрой младшей дочери внимательно наблюдает мама, но мысленно переживает и за старшую – Александру, которая стала победительницей женского Кубка России по шахматам и сейчас отстаивает честь страны на чемпионате мира. Старшая Александра Горячкина, она очень сильная шахматистка и участвует на чемпионате мира среди женщин, которые сейчас проходят в Иране и сегодня у них первый день. И как стало известно позже, Александре удалось победить свою соперницу из Венгрии и она продолжает борьбу. А вот в первый соревновательный день большинство лабутнанских спортсменов все же уступили сарихардцам. На следующий день игры проходили уже в окружной столице, но и там нашим отыграться не удалось. Следующий соревновательный вид в рамках Содружества – волейбол. Первые игры запланированы на 18 февраля в спортивном зале «Олимп». Максим Швец, Максим Мячин. Программа «Время местное».